Я чувствую это. Я думаю, что наконец смог полюбить человека. Я еще не совсем уверен, что это любовь или влюбленность, но с уверенностью могу сказать, что такого чувства я давно не испытывал. Но проблема заключается в том, что этот человек не знает о моих чувствах. Мы видимся каждый день, и лишь от одного его взгляда бросает в дрожь, и сердце начинает биться быстрее и быстрее. Тебе все это знакомо, мой друг? Не так ли? Ты постоянно задаешься вопросом, а есть ли у этого человека чувства к тебе. Я права. Эта мысль занимает большую часть твоего времени. Но тем не менее ты никак не решаешься выяснить это прямым путем. Это происходит из-за многих причин. Боязнь быть отвергнутым, непонятым, боязнь того, что над тобой будут смеяться, боязнь раскрыться кому-то, элементарная боязнь своих чувств. Возможно, вы с этим человеком одного пола, или же у вас есть разница в возрасте, религии, национальности. Возможно, что общество просто осуждает такую любовь. Или же это может быть совокупность некоторых из причин. Но все они настолько незначительны по сравнению с тем, что может тебя ждать, если ты откроешься этому человеку. Не бойся признаваться. Не бойся признаться. В твоих чувствах нет ничего постыдного и плохого. Я слышала столько историй, когда люди боятся сказать о своих чувствах тому самому человеку, только потому что боятся его реакции. Не стоит бояться. Мы все люди, у нас у всех есть чувства. И даже если окажется так, что объект твоего восхищения не разделяет твоих чувств, то только в худшем случае он может над тобой смеяться. Но именно в этот момент ты поймешь, что зря терял время. И ты сможешь двигаться дальше. Ты сможешь, наконец, перестать зацикливаться на нем. В остальном же, если вдруг чувства невзаимны, то адекватный человек ни в коем случае не будет тебя стыдить. Он спокойно все примет. Вы сможете поговорить и все обсудить, и с вероятностью 99% вы все еще останетесь друзьями. Возможно, ваша дружба станет только крепче. Ты знаешь, мой друг, иногда случается так, что после твоего выхода из шкафа человек, которому было отрисовано это признание, и который сперва не ответил взаимностью, может тебя отвергнуть лишь по той причине, что он даже никогда не задумывался об этом. Но после того, как ты расскажешь о своих чувствах, может произойти так, что через время он посмотрит на тебя другими глазами, и чувства окажутся взаимными. Ну и в лучшем случае, после твоего признания может оказаться так, что объект твоей симпатии испытывает те же самые чувства по отношению к тебе, но он также боялся раскрыться из-за определенных соображений. В таком случае вас обоих ждет невероятное путешествие. Ну и напоследок, если вы та самая потенциальная пара, которая может казаться странной обществу, не обращайте внимания. В конце концов, это только ваша жизнь, а не их. А люди, которые любят осуждать других, делают это потому, что сами скучно живут, или же сами не слишком смелые. Вот и осуждают других, чтобы никто не выделялся. Потому что им самим так жить будет намного спокойнее. Вот и весь секрет. Главное, не молчи. Не бойся раскрыться тому, кто тебе по-настоящему дорог. Не забывай о том, как непредсказуемо жизни не тяни с этим. Ведь ты можешь не успеть, а после сожалеть всю жизнь. Поверь, в данном случае лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Никогда не знаешь, что приготовила тебе жизнь. Не бойся рисковать. Из этого ведь и состоит наша жизнь. Верно. Верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова